Товарищ мэр города Рига. Здесь так и хочется кого-нибудь изнасиловать. Они хотят поговорить о Боге, но мы не хотим. Дубы — это прекрасно. То есть, это гулящая жена. Слушай, ну что ты ходишь, мы в Риге. Тебе не страшно, Кир? С тобой нет. Не жизнь, а ламбада. Добро пожаловать в Ригу. Друзья, это Кир, наш бессменный оператор. Вообще, наверное, самый известный оператор русского YouTube. И мы с ним в Риге. У нас есть полдня, мы сейчас немножко погуляем, посмотрим, увидим что-нибудь хорошее. Первым делом мы видим лужу. Я, кстати, не был к этому готов, морально. Невероятный 30-метровый пешеходный переход. Просто фантастика. Чуваки, которые хотят поговорить о Боге, вот они стоят. Они хотят поговорить о Боге, но мы не хотим. Еще, кстати, как и в других городах Европы, в Риге активно развивается самокатопрокат. Птички поют. Идеальная температура, идеальный газон, елочки, дубы. Кстати, в прошлый раз я был в Риге полгода назад, даже чуть больше, в декабре, в конце декабря. И целый день мы с дочкой гуляли по Риге. После чего, конечно же, когда я выпустил этот ролик, в комментаторы пришли рижане. Которые, естественно, объяснили мне, что я не прав буквально во всем. Поэтому я теперь буду поменьше говорить и побольше показывать. Смотрите, это, конечно, не Беларусь. Вот можно ли представить, что в Беларуси, как Кира говорит, в Беларуси, в Беларуси будет такой вот газон. Нет? Нельзя? Нельзя. Или вот, посмотрите, вот что это такое. А вот подземный переход в Беларуси можно себе представить без проблем. Какой красивый подземный переход, вот здесь так и хочется кого-нибудь изнасиловать. В Амстердаме я тебе показывал переход под железнодорожными путями, это вполне нормально. А здесь у нас переход под дорогой, что уже не так нормально, но он теоретически может быть. Но он, конечно, не должен быть таким страшным, обоссанным, загаженным, мрачным. Тебе не страшно, Кир? С тобой нет, мы уже выходим на свет. Мы уже выходим на свет, друзья. Слушай, а представь, мы бы сейчас с тобой на этот свет вышли с коляской или с велосипедом, что бы ты сейчас здесь делал? Ты бы сейчас подвигался по этому вот ужасному, ржавому, разбитому пандусу. Небезопасному. Небезопасному, конечно. А я напоминаю, друзья, что все вот эти вот пандусы, которые делают на подземных переходах, их нельзя использовать для колясок, для детских колясок. Точнее, их можно, но там не должно быть ребенка. Потому что, если, не дай бог, вы там запнетесь, а там очень велика, вероятно, запнуться, то могут быть проблемы. Значит, друзья, нужно немножечко оглядеться. Вот это вот Дуагава, Дуагава, река, на которой стоит Рига. Вот на другом берегу видны башни старого города. Мы туда пойдем чуть попозже, а мы находимся на острове Капсула. Кипсале. Кипсале. Который интересен тем, что здесь сохранилось очень много деревянных зданий, и они все находятся в хорошем состоянии. И мы сейчас здесь вот погуляем, посмотрим на вот эти вот старые дачи, усадьбы, на потрясающую деревянную архитектуру. Кстати, красивый забор. Я заборы не люблю, но вот здесь мы видим, во-первых, очень неплохой деревянный домик, отреставрированный, и очень неплохой забор. Такие вот бетонные эти столбы, сам забор деревянный. Выглядит симпатично. Но вот когда забора нету, выглядит еще лучше. Особенно, когда здание не заброшенное. Слушай, что ты хочешь, мы в Риге. Сними какие-то просто потрясающие окошки. Вот, кстати, очень круто, как старый такой деревянный дом исторический, он сочетается с каким-то таким современным переходом, какой-то современной пристроечкой. И вот дальше опять идет современный дом, который тоже в таком спокойном стиле. И все вместе смотрится очень органично. Представьтесь, кто-то здесь посылает себе цыганский дворец, как у нас обычно любят. Совершенно неуместный и чуждый для этой среды нет. А здесь он красивый современный деревянный дом с панорамным остеклением. Там кто-то сидит за ноутбуком работать, никаких заборов. Все это вот рядом с историческими зданиями. И все это вместе с булыжной мостовой. А на этом острове исторически селились моряки, рыбаки. Вот они жили в деревянных домах. Конечно, не таких роскошных, как эти. Прямо черепичная крыша у этого здания. Смотрите, очень круто. Все окна, все окна старые. А, это королевство? Да, это посольство Нидерландов здесь. Смотрите, друзья. У Нидерландов такие вот красивые ворота. Вот красивый вход. Вообще очень классное посольство. Вы можете посмотреть, как выглядит посольство. А пройдя по ссылочке в описании к этому ролику, или вот в подсказке выскочила, можно посмотреть, как выглядит посольство Нидерландов в Москве. Вот она. Мы нашли сказочную Ригу. Очень красиво. И у всех одинаковые заборы. Ну, то есть, примерно одинаковые. Они не очень высокие, деревянные, бетонные столбы. Классно смотрятся. Особенно в сочетании с этим гранитным булыжником. Мы с вами находимся в совершенно потрясающем мемориале. Это дом Жанеса Липке. Жанес Липке во время Второй мировой войны вместе с своими единомышленниками спас 56 евреев. Немецкая оккупация Латвии началась летом 41-го года. И сразу после того, как все пришли немцы, начались еврейские погромы. В Риге было создано гетто, был концлагерь. Ну и собственно Жанес Липке устроился на работу на склады Люфтваффе, так называемые красные амбары. Вошел в доверие к немцам. Пользовался там определенным авторитетом. Он знал немецкий язык. И благодаря своим таким навыкам, ему доверяли, он смог уговорить, чтобы на работу брали крепких еврейских парней из гетто. И благодаря этому он смог попадать в гетто, он мог отбирать потенциальных работников и выводить их из гетто. Сначала он прятал их в Риге, потом он прятал у себя в доме, был выкопан бункер. Ну и вот так вот вместе с своими единомышленниками он спас 56 евреев. Это уже другой берег Доугавы. Так вот во всем этом районе самое классное, это то, что нет какой-то ровной и понятной сетки улиц. То есть улицы здесь как лесные тропинки, извилистые и непредсказуемые. И мы как исследователи первобытные идем и не знаем, что будет ждать нас за поворотом. Если вы попали в незнакомый город и вы не знаете куда пойти, вы просто открываете карту. На этой карте находите какой-нибудь интересный рисунок из улиц, домиков. И идете исследовать, идете гулять. Идёшь, идёшь. А тут такой потрясающий дом с таким шикарным балконом, с невероятно крутой дверью, которая уже старая. Вся краска облезла, но её ещё можно привести в порядок. Класс! Сейчас мы насладимся рижским трамваем. Четырёхсекционный низкопольный трамвай. Ну конечно, остановка по колхозному сделана неправильно, но трамвай сам красивый. Это легендарный советский забор. Вот, кстати, интересно, что мы уже идём сколько, и у многих домов одинаковые заборчики. Ну не одинаковые, они все немножко разные, но все заборы в одном стиле. Смотрится так, очень опрятно. Вот на другой стороне тоже забор, тоже эти бетонные столбики, немножко другой оттенок, он покрашен. Вообще, с заборами часто бывают проблемы, потому что каждый так и норовит сделать какой-нибудь свой забор, свои ворота. Из-за того, что у нас, у русского человека есть такая особая, особая любовь к заборам. Они часто глухие, высокие, и мы не видим зданий из этих заборов. Поэтому с заборами, как и с архитектурой зданий, тоже должен быть какой-то порядок. Особенно, когда заборов много, и они формируют вид улицы, облик города. Мы нашли ещё один потрясающий дом в не очень хорошем состоянии. Такой модерн с начала 20-го века. И у этого дома просто невероятная дверь. Не дверь, а сказка. Посмотрите, какая красота, и вообще не понимаю, каким чудом эта дверь могла здесь сохраниться. Смотри, видишь, у них, кстати, как в России часто есть такие кладовочки на улице, вон они там стоят. Но только здесь они в таком хорошем состоянии и с цветами. И что это такое? Вот смотри, вот этот вот, бым-бым, дуб. Дуб, он стоит слева, видишь? Дубы, это прекрасно. Если у вас вдруг есть город, друзья, не забудьте высадить в этом городе дубы. Идём сейчас по мосту и в старый город. И вот самая жесть на этом мосте, на этом мосту меня поправляет Кир, потому что здесь нету велодорожки. Из-за этого все велосипедисты едут по этому узкому тротуару, распугивая пешеходов. Ну куда это годится? Товарищ мэр города Рига, сделайте уже велодорожку. А полосу одну отобрать и сделать аккуратненькую велодорожечку. И будет не жизнь, а ламбада. Мы перешли мост, мы входим в старый город и что мы видим? Мы видим огромную парковку. Это ли мы хотели увидеть? Нет. Мы хотели увидеть красоту. Но видим парковку, друзья. Так-так-так, уже лучше, уже лучше. Здесь у нас начинается красота. Очень крутая работа есть с озеленением. Потому что нет этих унылых однолетних растений, которые любят делать у нас. Видите, они сделали такие дорожки, чтобы можно было пройти и сфотографироваться. Да, здесь надо передать привет Минску, которые весь засадили петуниями. Минск это столица петуний. Берите пример с Риги, ребята. Старый город. Брусчатка, плиточка. Смотри, видишь, как невероятно мило. Узкие улочки. Просто чудо. Конечно, самокаты в старом городе не лучшая идея. По брусчатке и ехать неудобно, и они быстро ломаются. Обычно для самокатов устанавливают запретные зоны. Например, в Москве запретная зона это парк Зарядье. То есть в парк Зарядье на вот этих прокатных самокатах заезжать нельзя. Они там просто перестают работать. Мы продолжаем нашу потрясающую прогулку по Риге. Посмотрите, какая красота. Друзья, я хочу обратить ваше внимание на эти фасады. На фасады этих зданий в идеальном состоянии. Обрати внимание, Кир, хоть одно левое окошко здесь видишь. Хоть один застекленный балкончик. Хоть один кондиционер. Нет. Ты их не видишь, потому что мы в Риге. Посмотри, посмотри, дверь здесь идеальная. Идеальная. Идеальная дверь. Это дверь, которую хочется поцеловать. Посмотри. Вот посмотри сюда. Ты видишь? Вот ты видишь это всё? А теперь я тебе скажу, я открываю комментарии. Комментарии я у себя в инстаграме. Друзья, кстати, напоминаю, что вам нужно обязательно подписаться на мой инстаграм. Варламов легко найти, потому что там я оперативно выкладываю в сторис, где я нахожусь. Можно следить, давать советы. Можно даже встретить меня где-нибудь и получить вот эти модные стикеры. Так вот, когда я у себя в инстаграме написал, что я нахожусь в Риге, все начали пыркать. Как можно после Питера вообще любить Ригу? Рига это помойка, Петербург вон лучше. Ха-ха-ха. Когда вот в Петербурге в каждом здании будут такие красивые двери стоять и рамы в окнах, и вот такие очаровательные дракончики. Вот когда они будут, тогда и поговорим. Когда в Питере научатся водосточные трубы убирать сразу в ливневую канализацию, тогда и поговорим. Когда в Питере научатся делать улицы без заборов, без этих бесконечных отвратительных заборов, которые в Петербурге везде, тогда и поговорим. Когда в Петербурге будут такие вот парадные, ты посмотри. Ну, а, а, а. Какая красота, друзья, посмотрите, какое чудо. И эти люди в комментариях мне пишут, что как я могу ругать Петербург и то, что Рига помойка. И это, конечно, при том, друзья, что в Петербурге, безусловно, невероятное количество потрясающих зданий. Очень красивый город, просто мы всю эту красоту не видим из-за того, что практически каждое здание оно изуродовано. Выламывали рамы, витражи, портили парадные, входные двери, меняли на глухие металлические. В общем, всячески над городом издевались. И в этом плане Рига, конечно, не идеальна. Конечно, не идеальна, и тут тоже много проблем, но Рига в этом плане гораздо лучше. Так, давайте рассказываем. Значит, это дом, и вот наверху мы видим такую маску. И вот очень интересная вещь, что колонна прикрывает щеку. Это архитектор наш, довольно знаменитый Эльдерштейн, который построил очень много домов в Риге. Значит, он очень много работал, очень много строил. И так был занят работой, что от него ушла жена, изменила ему. Да ты что, и он ее ударил? Да, и он ее увековечил в этом здании, как пощечина. То есть, это гулящая жена наверху? Гулящая жена, да, и такая пощечина сквозь века, на много лет, чтобы все запомнили. Неплохая поездка получилась, надеюсь, вам было интересно, а я рад вернуться домой. Скоро будут новые видео, так что подписывайтесь на канал и обязательно ставьте лайк этому ролику. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok